Во Дворце культуры России прошел фестиваль профессий «Время выбирать». Мероприятие проводится для учащихся образовательных учреждений уже девятый год. Кинолог, фармацевт, сварщик, парикмахер – лишь некоторые из специальностей, с которыми познакомились сегодня школьники восьмых-девятых классов. Фестиваль поможет ребятам найти занятия по душе. Традиционно фестиваль профессий проводится осенью. Почему? Потому что ребята стоят на пороге выбора. Выбор, мы знаем, что у них большой, специальностей в городе много, профессию найти можно, но подобрать нужно ту профессию, по которой тебе интересно будет трудиться по жизни. Не просто помочь с выбором, но и предоставить всю необходимую информацию о специальности и условиях поступления напрямую от представителей учебных заведений. Такую задачу ставят перед собой организаторы. В этом году в фестивале участвуют не только Серпуховские колледжи и техникумы, но и московские, чеховские, тульские, нижегородские. Есть учебные заведения от Москвы, где колледж есть при институции, при высшем учебном заведении, где в дальнейшем может ребёнок продолжить обучение. Идея создания фестиваля принадлежит школьникам. И с каждым годом мероприятие привлекает всё больше новых участников. Мне, в принципе, очень понравилось. Меня чисто заинтересовал курс на 3D-моделирование и вырезание из дерева. Мне было интересно само 3D-моделирование и вообще, что тут происходит. Я считаю важным, что проводят такие мероприятия, так как подросткам часто сложно определиться с своей будущей профессией. А тут они могут ознакомиться и понять, что им нужно именно. Мне понравилось смотреть на то, как представители разных колледжей, губернского колледжа и московского колледжа показывают работу, которую они сами выполняют и которую будут выполнять в будущем. Я остановилась возле столика с московским колледжем медицинским, потому что там показывали, как оказывать помощь первую. Я не пойду в медицину, но это связано с моей профессией. Я думаю, я хочу стать полицейским или работой в УЧС, это мне может пригодиться. Фестиваль посетили учащиеся всех школ городского округа, конечно, соблюдая противоэпидемиологические меры. Классы запускали по очереди и в строго отведенное для каждого время.